Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потом поставите нам оценку... Все, как обычно, выкачиваем веточку лекция 5, переходим в лекция 5. Так, ну опять начнем с трэдов, потом поговорим про аннотации, потом Spring, Spring Boot в деталях. Так, кто значит какой-нибудь вершин в Control? Кто и так все знает за сегодняшний день? Ладно, будешь рассказывать, это будет твоя часть лекции. И в конце мы, собственно, будем немножко обсуждать уже некоторую часть нашей игры. Вы помните, у нас самое главное... Это проект, у нас в курсе есть проект. И первую часть мы начнем реализовывать. Домашнее издание будет реализовать ее полностью. Ладно, потоки. Просто небольшой дискламер про то, что это еще только вводная лекция про потоки. И на самом деле это очень интересная тема. Во-первых, зачем нужны потоки? Я думаю, что вы примерно все равно знаете, что такое потоки. Зачем они нужны? Для того, чтобы делать какие-то подчисления параллельно, да, ведь? Если просто сказать. Зачем? Зачем нам нужно что-то делать параллельно? Кто может сказать? Зачем нам что-то делать параллельно? А? Ну, на самом деле причин много. Ты правильно сказал. Первая — скорость. Вообще, это не очень очевидная причина. Не так-то просто сделать многопоточное приложение, чтобы оно работало быстрее, чем однопоточное. Оказывается, это не очень просто. Ладно. Дальше. Удобство. Да, удобство. Ну, например, что ты можешь сказать? Ну, то же самое, как сервер работает, он одновременно принимает нескольких людей. Он не принимает каждого по очереди, а он именно выделяет несколько блоков и всех одновременно. Ну, да-да-да, все верно. То есть просто такая предметная область. Вот мы делали с вами чатик, и, в принципе, его можно было бы сделать однопоточным, да, в каком смысле? Ну, у нас какой-нибудь был асинхронный бы вывод, мы бы читали сообщение, так как бы в одном потоке, но как бы по очереди для всех, все могли выполнять в одном потоке. Но, естественно, это неудобно, совершенно неестественно. Удобно думать о том, что каждый пользователь создает некий поток исполнения, да, в нашей программе. То есть каждый запрос обрабатывается в отдельном потоке. Это просто удобно. Ладно. Следующее. Есть такие два понятия, как concurrency и параллелизм. Тут написано, чем они… Нет, тут не написано, чем они отличаются. Ну, вы, наверное, понимаете, чем они отличаются. Что значит слово concurrency? Ну, многопоточность, а параллелизм, что такое-то. Ну, это такая игра определения, просто как бы за словом concurrency обычно много чего стоит, поэтому я как бы немножко отдельно написал его здесь. И еще мне извините, я буду использовать такие странные термины, как concurrency, вроде бы не русский. Просто русский и не подберешь, поэтому у нас в курсе мы обычно используем какие-то немножко жирганизмы, но ничего лучше придумать не можем. Будем назвать это concurrency. Ладно, просто обычно говорят, что есть вычисления, которые делаются параллельно, но при этом есть как бы два варианта. Эти вычисления могут быть зависимы и независимы в каком-то смысле, да? Ну, например, у вас есть какая-нибудь научная задача, и вы хотите обработать большой объем данных. И он какой-нибудь такой, что, ну, не знаю, вы просто можете взять, там, не знаю, один, одну половину набора данных и посчитать на одной машине. Вторую половину на другой машине. То есть эта задача вроде как абсолютно параллелизуема, да? Не все задачи такие на самом деле. Но есть такие задачи. А тот пример, который я сказал, он будет скорее называться параллелизм, то есть вроде как чистый параллелизм. Задачи независимы. Ну, естественно, огромное количество задач не такие. Вы не можете просто взять и разбить ее на кусочки, и они независимо выполняются. Ну, бизнес-задачи они практически всегда не такие. Ну, например, вот мы с вами чатик делали, естественно, нельзя взять и обрабатывать половину сообщений как бы в одном… в одной части чатика, а половину в другом. То есть как бы можно. Ну, понятно, что пользователи должны видеть все сообщения. То есть вот эти вот две части, они все равно должны как-то общаться. Если сказать чуть более формально, то получается, что конкуренция – это многопоточная… То есть конкуренция – это конкурентная система, скажем так, да? Это такая параллельная система, в которой потоки, например, общаются друг с другом через память, да? Через переменные. Обычно это подразумевается. Понятно это? Ну, это просто небольшая игра определениями. Ладно, следующее. Есть потоки, есть процессы. Кто из них знает, чем они отличаются? Давай. Ну да, ты все правильно сказал. Ну, опять же, это тоже некоторая игра определениями. На самом деле, раньше процессами подразумевалось чуть другое, но сейчас более-менее принято, что процесс – это такая как бы сущность… Обычно говорят, что это сущность операционной системы, у которой есть свои ресурсы. То есть обычно подразумевается память. Ну и, например, еще он может владеть как бы доступом к файлам и к другим ресурсам, к сокетам. Но обычно говорят просто про память. И он ей владеет, и другой процесс не может к нему прийти. Ну, у нас обычно процессы… Под процессами подразумеваются отдельно выполняемые программы. Да ведь? Вот, не знаю, если у вас Unix, например, я думаю, что вы понимаете, что вот если вы напишите в командной строке… PS, да? То есть список процессов. Это все отдельные программы. Их много разных? Все отдельные программы. Когда мы с вами запускаем какой-нибудь Java процесс минус Java минус JAR что-нибудь, мы с вами обычно запускаем один какой-то процесс, правильно? Это будет Java процесс. Вот. Ладно. Чем отличаются от этого потоки? Тем, что они шарят друг с другом ресурсы. То есть они владеют какими-то общими ресурсами. Несколько потоков… Обычно говорят, что потоки… Несколько потоков могут существовать в одном процессе. Они шарят какие-то ресурсы, да? То есть, например, у них память общая. Причем это очень важно. Это накладывает огромные ограничения и доводит кучу сложностей. Да? Дальше есть картинка. Ну да. Просто картинка, на которой мы шел. Вот у нас есть зеленый поток. И вот у нас есть внутри потока… Зеленый – это процесс, да? В нем есть несколько потоков. И они шарят какие-то ресурсы, например, память. Что это значит в смысле программы, так более конкретно скажем, да? Что это переменно. Переменно у них шарится. Ладно. Дальше. Так, ну, во-первых, мы с вами уже сказали, что процессы, да и потоки тоже, на самом деле, это сущности операционной системы, да? То есть, если так подумать, то вот у нас в Java есть какой-то API для работы с потоками и процессами. Но оно есть, можете поверить. Мы сегодня с вами немножко поразбираемся. То есть, например, с Java можно создать поток. И с Java можно как бы остановить поток. Это тонкое место, но неважно. Можно создать процесс, можно создать другую программу. Можно, естественно. Но если подумать, то так как это, на самом-то деле, API, предоставляемая операционной системой, то получается, что наша программа ходит к операционной системе. То есть, на самом деле, наша GVM, да, там, наш ронтайм делает какие-то системные вызовы операционной системы, да? Ну, там, типа, форк, клон, какие-то там еще в Unix бывают, связанные с этим вызовы. И, соответственно, результат работы, то есть, например, когда вы говорите форк, или там клон, это означает что-нибудь типа создать поток, да? Это такой системный вызов в операционной системе, в Unix. Его делает… Мы делаем его из программы. Это означает, что когда вы его сделали, операционная система начнет что-то делать. И, на самом деле, процесс создания потока и процесса – это тяжелая и совершенно не мгновенная операция. Более того, и потоками, и процессами не только создает операционную систему, ими управляет операционная система, да? Ну, вы, наверное, знаете, что вот у нас есть… Понятно, что есть многопроцессорные системы, на которых потоки могут выполняться как бы по-настоящему параллельно, да? Вот один процессор, другой процессор. Тут как бы один поток, одна программа работает, тут другая программа работает. И процессы могут параллельно, и потоки могут параллельно. Это очень простой случай. Понятно, что часто потоков и программ больше, чем процессоры, да? То есть, естественно, там какой-то скейдлинг операционной системы начинает работать. Там, не знаю, операционная система видит, что вот этот поток очень долго работает, она говорит, ну, тебе дай поработать другому, да? Вот этого неестественно. Понятно, что все чуть-чуть сложнее, но суть примерно в этом. То есть это значит, что, вообще говоря, вашей многопоточной программой будет управлять операционная система. Ну, однопоточная тоже. Многопоточная — это будет особенно заметно в многопоточной программе. Это просто важное замечание. Дальше мы будем с вами говорить, почему это важно. Ладно, теперь так быстренько разберемся с тем, какие у нас возможности по созданию потоков есть в Java. Вообще, мы с вами в тот раз делали чатик. Наш чатик был, еще раз, однопоточный или многопоточный? Что он был? Однопоточный? Нет, он был многопоточный. Это был сервис, сделанный на Spring. Я вам говорил, что когда к нам приходит запрос, он приходит нам в новом потоке. Ну, формально он приходит в одном… Не обязательно в новом потоке, не всегда в новом. А в одном из треда потоков. Ой, пула потоков. В одном потоке из пула. Не важно. То есть это было многопоточное приложение. То есть мы с вами на самом деле уже работали с многопоточными приложениями. Но просто вот весь менеджмент потоков, типа создания, удаления потоков, он был не на ваших плечах. Просто Spring это делал за вас. Вот мы сейчас с вами посмотрим, как там Spring под капотом это делает. Совсем базовые вещи про создание потоков. Так, ну ладно. Мы сегодня с вами будем смотреть не на примере чатика. Нет, ладно, давайте к чатику попозже вернемся. Давайте сначала просто посмотрим на интерфейс создания потоков. Вот у нас есть… Лекция 5, да? Ладно, давайте сначала так на словах, а потом будем примеры смотреть, не чуть более сложные. Просто в Java есть такой интерфейс. Там есть два базовых интерфейса, нужных для создания потоков, для менеджмента потоков. Это первый Runnable, а второй называется Thread. Thread — это класс, не интерфейс. Ну, если мы с вами посмотрим на него, давайте просто смотреть это в коде, чтобы… Молодец, я вам соврал. Вот есть Runnable, он находится в Java. Совершенно базовый класс. Смотрите, в нем нет ничего, кроме одного метода run. Значит, этот класс, этот интерфейс существует для следующего. Если вы хотите запустить какую-то задачу в отдельном потоке, то как вы это сделаете в Java? Вы должны эту задачу реализовать в методе run наследника Runnable. Понятно, да? Это первое, что вы должны сделать. То есть, например, у вас есть какая-нибудь, не знаю, scientific task, какая-то такая задача. Просто там какой-то кодка, который, не знаю, какие-нибудь матрицы считает, неважно. Что вы должны сделать? Вы должны создать, не знаю, new scientific task, новый какой-нибудь класс, да, который будет наследоваться от Runnable, который будет реализовывать Runnable. Когда вы будете переопределять на этот Runnable, туда вы напишите этот код. Вот и все. Это первое, что нужно делать. Понятно, что после этого ничего не произойдет. Вы просто в какой-то объект засунули свою логику, вернее, в какой-то класс. Второе. Значит, есть специальный класс в Java, который позволяет вам создавать и управлять, собственно, потоками. Это Thread. Мы с него посмотрим. Вообще он реализует Runnable. Но не будем с этим разбираться, на самом деле. Неважно, не важно, реализует он или нет. Собственно, здесь много разных полей. Это просто всякие внутренние кишки потока. То есть... Давайте сразу разберемся с тем, как это использовать лучше. Смотрите. Тут на слайде собрано самое главное, что есть в интерфейсе Thread. Вы можете стартовать Thread. Это естественно. Thread start, да? Можете его остановить, но это как бы очень тонкое место. Мы с вами про это поговорим. И join. Значит, первое, что нужно уметь, это стартовать Thread. То есть какая у вас практическая задача? Вы хотите, вот, например, ваш scientific task стартовать в новом потоке. Как вы это сделаете? Следующим образом. Вы скажете, создаю новый Thread. Передаю в него тот самый ваш scientific task. То есть объект типа наследника от Runable. И зовете старт. Понятно, да? То есть New Thread. Передаете туда наследника, в котором содержится... наследника Runable, в котором содержится ваша логика. И говорите старт. Понятно, да? Опять же, значит, некоторые тонкости, да? Про создание. Как я вам уже говорил, когда вы создаете поток в Java, он... То есть процесс, который за этим стоит, внутри JVM, он обратится к операционной системе, и это немгновенный процесс, и, соответственно, это произойдет немгновенно, естественно. Это немгновенно произойдет. Так, теперь давайте посмотрим на пример. Значит, true atom Thread instantiation. Ну, смотрите, у нас здесь есть... Еще у нас есть тест. Давайте сначала попробуем выполнить, посмотрим, что произойдет. Посмотрим, что там вообще происходит. Это же два. Значит, у нас создаются два потока, да? Два Thread. Посмотрим, у нас есть как бы две своих реализации, на самом деле. Одна называется Notifier. Notifier, да? NextEnded Thread. И вторая штука, имплеметит Runable. Что в нашем тесте происходит? Вот мы создаем, собственно, сущность этого первого нашего трейда. То есть мы просто создаем объект, который можно бы запустить как трейд. Трейда можно выставлять имя, просто чтобы вы знали. Потом создаем нашу вторую сущность, да? То есть та, которая имплементит Runable. И стартуем их оба, да? Потом ждем 5 секунд и останавливаем их. Давайте посмотрим, что произойдет. То есть вот два потока поработали из отдельных двух новых трейдов, да? Во-первых, смотрите. Разобраться в том, что происходит, нам поможет логер, на самом деле. Здесь мы посмотрим с вами в первый класс, который на Defier Extend Thread. Что у нас за логика в нем написана? Тут просто в цикле выводится то, что он стартует каждые полсекунды, да? Это понятно, да? Ну, то есть вот, смотрите. Мы просто в цикле выводим с помощью логера, да, что мы работаем, потом ждем 500 секунд. Это метод треда sleep, да? И все. И когда нас прерывают, когда нам говорят thread interrupt, выбрасывается interrupted exception. Мы это логируем. Вот что происходит. Ровно то же самое и в имплемент с Runable. Просто это как бы два способа, которые вы можете это сделать. Кто понял, что происходит вообще? Кто не понял? В чем смысл этого был? У меня только один вопрос. Да. Мы ловим, соответственно, исключение тогда, когда мы с кем, по-моему, образом говоря, а если бы мы не поставили с кем, а просто бы зациклили, у нас вообще бы интеракт не пришел. Смотри. Вот есть метод у треда интерапт. На него посмотрим. Все там написано. На самом деле, если ты посмотришь во внутренности всего этого… Так, подожди-ка. Ну вот смотри. Давай, кстати, так и сделаем. Давай просто проверим это, да? Смотри. Мы сейчас возьмем и слип отсюда уберем. И нам тут уже нечего совершенно обрабатывать, поэтому это тоже уберем. Тоже уберем. Так. И треда тоже уберем. Посмотрим, что же будет. Да, все правильно. Убил вот эту машинерию с прерываниями тредах. Ну, это да, нет. Это да, естественно, да. Значит, слип выбрасывает исключение, трапит exception, которое нам заставили обработать. Если вы это не делаете, ну, собственно, вам не нужно его обрабатывать. Просто когда вы останавливаете треад, там есть некоторый набор состояний, из которых треад переходит. И снова другое, и снова другое. А почему слип выбивает исключение? Почему слип что еще раз? Ну, убрасывает исключение. Ну, смотри. Представь себе, что у нас есть поток, где хочется его остановить, но при этом этот поток спит. Он ничего не делает, он ничего не обрабатывает. То есть, какой должен быть способ из него выйти? То есть, вот разработчики языка выбрали, что мы будем кидать исключение. Вот. Значит, самое важное, что здесь нужно извлечь, это просто как создавать потоки. У вас есть задача, вы реализуете интерфейс runnable. Например, как у нас здесь было на tfire-implements runnable, здесь какая-то логика в нем, любая логика, ваша логика. И потом создаете новый тред и стартуете его. И тут только важно заметить, что, помните, там есть метод run тоже, да? Надо стартовать не run, а start. Ужу, старт. Ладно. Другая такая, более-менее, повседневная задача, прерываясь с потоками. Это вот, предположим, мы опять же запустили некий поток с вашей логикой, да? Ну, там какая-нибудь вычислительная задача. Вам хочется дождаться, пока она закончится, и потом что-то сделать. Ну, например, как бы, когда она закончится, вы результат получите, да? То есть, только после того, как вы получите все результаты, вы хотите что-то сделать. Понятно, да? То есть, в каком-то смысле, это значит, я хочу запустить поток, но еще я хочу дождаться, когда он выполнится, и когда вот он выполнится, я хочу что-то сделать. Задача, понятно, да? На самом деле, для этого есть более высокорунивая IP, чем просто работа с потоками, которая называется в разных языках по-разному промиссы, более-менее везде называется. В Java называется future. опять же, у нас будет специальная лекция про это, мы поговорим. Но есть совершенно базовая вещь у класса thread, это метод join. Как он работает? Так, у нас тут тоже есть пример про join. Смотрите. Вот на этом примере посмотрим. Смотрите, в чем заключается пример? Вот у нас есть какая-то наша бизнес-логика, да? В этом случае это у нас будет тикающая бомба. У нас есть бомба, которая тикает. Она будет тикать в отдельном потоке. То есть, это наша задача, которую мы делаем в отдельном потоке. Слушайте, вот та логика, которая там происходит, внутри тикающей бомбы, да? Ну, она просто делает обратный отсчет там каждые 200 миллисекунд. И когда мы досчитаем до нуля, она говорит бум. Не важно. Просто на самом деле сейчас важно, что это просто какая-то бизнес-логика, да? Вот мы создали thread с ней. Мы передали туда на средний корану был и запускаем его. Теперь, чтобы дождаться, когда она закончит выполняться, то есть она дотикает до нуля, вот только после этого мы хотим вывести некоторые сообщения. Тогда мы говорим join. И вот этот метод будет заблочен. На этой строчке мы в текущем потоке остановимся до тех пор, пока тот поток не выполнится. Понятно, да? То есть... Остановим поток выполнения вот этой программы. Да-да-да. Ну, еще раз, смотрите. Когда мы с вами выполняем любую программу, неважно, это будет public, static, void, main, но она запускается, не важно, как она запускается. Мы сейчас просто тест запускаем. Но это все равно будет выполняться в некотором одном конкретном потоке. Вот мы с вами запустили тест, он выполняется в каком-то потоке. На самом деле, если вы его запустите и посмотрите влоги, там даже будет написано, как он потоке, как он называется. Вот, тут написано, смотрите. Он называется Bomberman. Ну, просто мы текущему треду первой же строчкой такое имя указали. Вот. То есть это был какой-то поток. Потом мы создали какой-то новый поток. Он начинает работать. Нам делать нечего, мы вот на этой строчке блочимся, вот на этой вот, на join. В это время там countdown считается, да? И выводится. Туда мы его вводим. Выводим уже в этом потоке. То есть у нас было два потока. Понятно, да, что происходит? Хорошо. Еще такой вопрос с маленьким подвохом. Вот если вы напишите какую-нибудь совершенно простейшую программу. Не знаю, я сейчас прямо здесь напишу. типа не знаю, что-нибудь типа вот такая программка, да? И запустите ее. Это будет однопоточная программка или нет? Вот такая просто public static void main, и там в цикле что-то происходит, она будет вечно там работать. Ну, она, естественно, с точки зрения пользователя будет однопоточной. Значит, более конкретно. Понятно, что здесь один пользовательский поток. Пользовательский поток здесь один. Но на самом деле наше приложение окажется многопоточным. Почему? Потому что наше приложение это Java-приложение. Кроме пользовательского потока есть еще огромное количество разных других потоков. Ну, какие там будут потоки? Ну, например, вы, наверное, знаете, что у Java есть как бы автоматические среда менеджмента памяти, да? То, что называется garbage collector. Это поток отдельный. Скорее всего, даже их несколько. Есть разные внутренние просто системные потоки. Их большое количество. И есть инструменты, которые позволят вам на них посмотреть. Это просто довольно полезный инструмент. Я вам сейчас покажу такой один. Потом называется jcmd. Нет, он называется jstack, а jcmd — это программа, которая позволяет выводить список всех Java-процессов. Собственно, обе они просто находятся в дистрибутиве JDK. Там же, где лежит Java, там же лежит Java, там же лежат эти программки. То есть, если у вас правильно настроен Java-home, то вы можете их просто с команды старики выполнять. Так, давайте попробуем это сделать. Вот я выполнил программку jcmd. Тут целых 5 Java-процессов. Ну, почему 5? Ну, потому что у нас есть запущенная идея. У меня есть еще какие-то другие запущенные Java-приложения параллельно. Давайте я найду тот, который я хочу, тот, который я уже сейчас запустил, который крутится. Так, так как бы его найти-то? А он не самый последний ватт? Да, действительно, он самый последний. Да, он всего лишь одна строчка. Вот он. А как вы считали количество процессов? Я сделал это так. В Unix я это могу сделать так. WordCount – количество строк. А нам минус 1 или минус 1? Минус 1. Минус L. Минус L. Это lines. То есть количество строк в выводе. Ладно. Я это сделал для того, чтобы получить вот это число. Это просто ID потока, который я буду использовать в программке JStack. JStack, ID потока. Вот. Собственно, мне вывелся весь список трейдов. И более того, это список stack trace. То есть вы понимаете, у нас каждый поток на самом деле имеет какой-то stack trace. В процессе выполнения он находится внутри некоторой функции, которая была вызвана из другой функции. То есть это на самом деле набор stack trace. И вы видите, что в нашей простейшей программе их очень много на самом деле. Очень-очень много. Как бы нам найти наш поток? Я думаю, что вот так. Да, там есть один поток, который называется main. Я просто поискался среди всех потоков, тот, который называется main. Ладно. Ну, опять же, как бы пользователь здесь поток только один. То, что эта программа многопоточная, нас сейчас не очень сильно волнует. так, мы с вами уже говорили, что если мы с вами работаем на многопоточной среде, то мы не можем просто брать и использовать стандартную структуру данных. Да? У нас про это с вами будет отдельная лекция. Я думаю, вы тоже все это уже знаете. Более-менее так, хотя бы на словах. Соответственно, есть специальная структура данных прямо в составе GTK. Мы с вами сегодня научимся пользоваться одной. Она называется blocking queue. Довольно удобная и вообще очень применимая в жизни структура данных. Собственно, у нее интерфейс очень простой. В нее можно предложить элемент, а можно попросить оттуда элемент. То есть чем это отличается от положить и достать? Отличается тем, что она blocking. Что значит слово blocking? Как вы думаете? Блокирует изменения при каком-то условии? Нет, она не то, что блокирует изменения, она блокирует поток, который пытается ее изменить. То есть, например, вы пытаетесь из нее что-то достать с помощью метода пола, там ничего нет. Вы не достанете нул оттуда. Вы заблочитесь на ней. Да? И будете ждать, пока там что-то не появится. Ну, там, видите, вы можете добавить тайм-аут туда. Не хотите ждать вечно. То же самое с оффером. А что такое тайм-ъюнит? Ну, посмотри, что это такое. Смотри. Как бы ты передаешь туда тайм-аут. Тайм-аут – это просто некоторое число. И тайм-ъюнит означает, в каких единицах оно. Как бы такая вот абстракция. Типа ты можешь там сказать seconds. Типа пять seconds. Вот и все. Так. Сейчас мы посмотрим на этот blocking-ъю. Ну, как вы видите, на самом деле blocking-ъю – это интерфейс. Да? То есть, есть разные реализации его. Есть там array blocking-ъю, есть какие-то другие blocking-ъю. Неважно. И та blocking-ъю, которую мы с вами сегодня будем использовать. Сейчас найду эту практику. Так. Это будет linked-blocking-ъю. Linked-blocking-ъю. Ну и в чем особенность ее? Это в том, что там, собственно, оффер тоже блокирующий. То есть, в каком смысле? Вы можете в ней указать максимальную capacity, да? Максимальное количество элементов, которые там есть. Если вы будете пытаться откуда-то положить, то есть, через оффер какой-то новый элемент, там уже максимальное количество элементов, вы тоже заблочитесь. Понятно, да? То же самое, что при доставании там ничего нет. Тут просто будет максимальное количество уже элементов есть. Понятно, да? Давай. А что будет, если два потока пытаются на нее положить одновременно? Они оба заблочатся. Нет, в смысле? Нет. В какой ситуации? Просто? Она не заполнена. Это нормально? То есть, это конкарна структура, да? В том смысле, что она может безопасно работать с несколькими потоками. Это будет нормальная ситуация. Она для этого и сделана. Ну, то есть, например, не знаю, вот есть какая-то многопоточная система, например, типа чатика, да? Типа чатика. И, естественно, там из многих потоков разные люди одновременно пытаются восслать сообщения. Ты можешь эти сообщения складывать в такую очередь. По-моему, мы так и делали на самом деле на предыдущей лекции. И все будет отлично срабатывать. Так. Эта картинка больше относится конкретно к матчмейкеру, но мы просто сегодня с вами будем делать практику по матчмейкеру. Там вот эта структура данных будет использоваться. Сначала у нас будет с вами практика, не относящаяся к матчмейкеру. Да, все, про аннотации. Мы с вами уже на самом деле видели какие-то аннотации. Какие мы аннотации с вами видели? Override. А, кроме override, мы с вами еще видели много чего на предыдущей лекции. Собственно, сейчас у нас будет немножко разговоров по поводу того, что такое аннотация. Собственно, если вы посмотрите на аннотацию override, то вы видите синдексис того, как можно объявлять аннотации. На самом деле, что такое аннотация вообще? Смысл? Это некая мета-информация, которую вы можете навешивать на какие-то сущности языка. Например, на классы, например, на методы. Вот аннотация override, куда она кладывается? Вы знаете. На методы. Тут это даже написано. Когда вы можете создавать свои аннотации, вы будете указывать, куда их можно навешивать. Зачем нужна она подсуверить? Кто может сказать? Она как раз говорит, что этот метод должен перегружать какой-то метод из суперкласса. Если он не будет перегружать, то, соответственно, будет ошибка. Да, будет ошибка компиляции, правильно? Да. То есть, например, вот эта аннотация используется для того, чтобы компилятор или некий припроцессор, специальный припроцессор аннотации проверил какие-то свойства. Например, то, что вот этот конкретный метод переопределен. на самом деле любую логику. То есть, это мета-информация, которую можно проверить потом, каким-нибудь специальным кодом. Причем проверено может быть на разных этапах. Вот это проверяется на этапе компиляции, а можно, в принципе, использовать эту информацию и в рантайме, то есть, и когда ваше приложение работает. Соответственно, те аннотации, которые мы с вами видели на предыдущем занятии, которые используют Spring, это рантайм-аннотации. То есть, разница понида. У нас есть, в принципе, компайл-тайм-аннотация, есть рантайм-аннотации. Все это настраивается при создании аннотации. Кто понял разницу? Кто не понял разницу? Ладно. Собственно, давайте посмотрим на те аннотации. Рантайм. Можно вопрос? Как от того, что написано, вот, соответственно, у нас в определении оверрайда следует того, что он, соответственно, делает свою функцию, то, что он говорит, что он должен перекрутить его? Ну, смотри, вот это просто объявление некого маркера, то есть, аннотация — это маркер, а есть обработчик этого маркера. И вот обработчик этого маркера, кстати, содержит эту логику. То есть, оно не здесь. Это просто маркер. Собственно, как писать такие обработчики, тоже интересный вопрос. Сейчас мы так вкратце посмотрим. Вот вопрос. Да. Нет, ну, смотри. Это аннотация, которую можно ставить на аннотации. Это нормально. Что такого-то? Нормально. Вы можете посмотреть, аннотации много, куда можно ставить на самом деле. Можно в конструктор, можно в параметры, методы поля. Даже на локальные перемены некоторую аннотацию можно ставить. То есть, на самом деле, получается, что эту мета-информацию можно обогатить очень много мест. И потом эту мета-информацию можно использовать или во время компиляции, чтобы всякие процессоры делать, или прямо во время выполнения. Ну, например. Вот вы, наверное, помните, у нас в предыдущий раз был пример чатика, да? В этот раз у нас будет пример матчмейкера, но суть та же самая. У нас будет какое-то веб-приложение, и это будет Spring-приложение, и там есть какие-то аннотации. Вот, например, у матчмейкера-ап есть аннотации Spring Boot Application. Это просто маркер, но за ним содержится огромное количество логики, на самом деле. Мы с ним с вами поговорим, какая логика. Теперь вопрос, как эти аннотации можно обрабатывать, да? Видите такой вопрос, скорее всего, возникает. Ответ. В Java есть такая вещь, как runtime type information и reflection API. Что это означает? Это значит, что есть просто какой-то API в GDK, который позволяет вам получать информацию о том, какие есть аннотации, например, у класса. То есть вы можете смотреть на структуру вашей программы из вашей программы. Это понятно, да? Собственно, такое API есть у многих языков. Просто в Java оно тоже есть. Посмотрим на пример. Пример там очень простой. у нас есть такой тест, как annotation, demo test. И здесь просто мы пытаемся посчитать количество аннотированных методов у какого-то класса. Да? понятно, что происходит. Вот этот класс. Не важно, что он значит. Понимаете, что происходит, да? Нет? Ладно, смотрите, еще раз, еще раз, еще раз, смотрите. Вот у нас есть... Ладно, давайте чуть-чуть-чуть-чуть-чуть попроще это все сделаем. Смотрите, у нас есть какое-то приложение, это такое приложение на сплинге. Это точка входа у него. Помните, у нас у чатика было примерно то же самое. Помните? Что у нас еще было в этом приложении? У нас-то были какие-то контроллеры, да? Контроллеры. Помните, что это такое? Что это? Нет, ну, давайте. Что это такое? Что это такое? Контроллеры. Вот пример. У нас есть модель МВЦ, есть то, как видит пользователь, есть контроллер, который, соответственно, обрабатывает запросы, а есть сама модель. Контроллер, как раз, распределяет образы и посылает их в модель, которая, соответственно, под каким-то, ну, под какой-то внутренней оболочкой бэкэнда выполняет. Ну, это реально. То есть, ну, смотрите, еще раз. У нас есть такая модель MVC, да? Что значит? У нас есть приложение уровня модели, есть уровень представления, есть уровень контроллера. Что они означают? Кто может привести пример? Модель. В чате, например, модель. Это что? Это, например, пользователь, это сообщение. У нас есть контроллер. Что такое контроллер? Это обработчик. Контроллер. Он контролирует некий процесс. Это обработчик запросов к нашему чату, который может нашу модель менять. То есть, например, у нас есть чат, нам приходит какое-то сообщение, и это сообщение должно быть обработано гимноконтроллером. Оно сложится какой-нибудь в очередь, изменится модель. То есть, контроллер обрабатывает, можно сказать, запросы и меняет модель. Понятно, да? Ну, есть видео, как мы это в итоге показываем пользователю. Например, у нас есть веб-интерфейс чатика. Мы его показываем. У нас была модель очень простая. У нас был V очень простой, а мы просто показывали текстовый чатик. В принципе, он может быть любой, естественно. Так вот. Вот у нас есть контроллер. Этот контроллер, что он обрабатывает? Он обрабатывает HTTP-запросы, правильно? HTTP-запросы куда он обрабатывает? Да, но есть понятие URI, да, ведь URL. URL будем говорить. То есть, он обрабатывает запрос на конкретный URL, правильно? На какие URL? Ну да, я специально выделил, чтобы не нужно было долго думать. У нас есть URL connection в этом конкретном случае. Более конкретно у нас есть URL connection drop connect. и вот запросы на этот URL будет обрабатывать вот этот обработчик. Это понятно, да? В чатике у нас было что-нибудь типа chat chat или там chat online или chat say. помните, да? Соответственно, этот контроллер обрабатывает только connection, а на остальные, если мы хотим URI, то мы, соответственно, сдаем другие контроллеры, которые уже контролируют другие... ну да, ну как сказать? Мы можем ставить любое количество контроллеров и повесить их на любые URL, да? Вот этот обрабатывает на connection, connect. Мы можем здесь еще добавить других методов, которые будут обрабатывать на connection, disconnect, например. Ладно, но все это было на самом деле про аннотации. То есть, как у нас все это работало, мы хотим сейчас в этом разобраться, да? Это все работает за счет некоторого скрытого от нас обработчика вот этих аннотаций. Это понятно достаточно, что есть какой-то обработчик, который какую-то магическую логику навешивает, видя эти аннотации. Понятно, да? Так вот. И у нас здесь есть метод connect. Что мы в этом тесте хотим посмотреть? У нас есть некий трекласс, который умеет возвращать количество пронотированных методов какой-то аннотации. Методов промечения какой-то аннотации. Зачем такой метод может быть нужен? Или в чем смысл его? Предположим, что мы разрабатываем какой-то фреймворк, который обрабатывает эти аннотации и делает ту самую логику перехвата HTTP-запросов, для того, чтобы их обработать. То есть вот тот самый connection-контроллер, и мы хотим написать логику обработки этих аннотаций. Понятно, да? Сейчас она как кем-то там другим реализована, она спрингом реализована. Мы хотим сделать это сами. Как мы это сделаем? через reflection-API ответ. Значит, пример того, как это может быть сделано. Здесь есть два теста. Один говорит, что количество методов, проаннотированных аннотаций overwrite в классе connection-контроллер ноль, это правда. Тут ничто не помечено аннотацию overwrite, правда? Нет, здесь только аннотации overwrite. Но зато есть один метод, который помечен аннотаций response-status. Это правда, да, есть? Посмотрим. Есть метод, есть метод один, у них тут два, но у одного из них есть аннотация response-status. Понятно, да? Все. И как мы можем такую логику реализовать с помощью reflection-API? И что такое будет reflection-API? Смотрите, во-первых, здесь написано, как-то здесь ничего делать не нужно, это уже реализовано, просто давайте разберемся. Во-первых, как вы заметили, уже есть такая вещь, как класс-класс. Класс-класс. Вы туда можете передавать вот такие вот вещи, да? Например, connection-контроллер точка класс или response-status точка класс. То есть вот это вот выражение на самом деле будет объектом типа класс. Понятно, да? Оно содержит в себе информацию обо всех внутренностях этого класса, в том числе обо всех аннотациях. То есть это и есть на самом деле некая такая корневая точка reflection-API в Java. То есть как-то еще сказать. Вот у нас есть класс под названием класс в Java. Такой же класс, как и все остальные, просто у него есть методы, которые позволяют вам узнавать информацию об этом классе. Через него вы можете узнавать структуру вашей программы, в каком-то смысле, да? Например, какие у этого класса есть методы, какие есть конструкторы. Более того, вы можете вызвать эти методы. Вы можете вызвать эти конструкторы. Это понятно, да? Ну, давайте просто посмотрим на список. Ну, вот, если здесь посмотрите, здесь есть, например, getDeclaredField. By name, да? По имени. Можете получить экли-объект, который представляет себе поле класса по имени. Можете получить список конструкторов. Можете получить список аннотаций, что для нас сейчас интересно. Ну, а также можете получить список методов и у них тоже получить список аннотаций. Понятно, да? Это просто некий класс, который представляет вам мета-информацию о вашей программе. Ладно, теперь как работает конкретно этот пример? То есть, еще раз, это метод, который говорит, сколько внутри вот этого конкурта любого класса содержится аннотаций таких-то. Понятно, да? Как мы это делаем? Мы сначала получаем из этого класса все методы. Есть такой просто интерфейс в API. Получить все методы. Класс getMethods. Получили. Это тоже какой-то объект, сложный, в нем тоже какая-то мета-информация по поводу метода. Через него вы, например, можете вызвать метод. Мы можем вызвать, даже если он не статический. Ну, тут есть некоторая тонкость по поводу того, что, естественно, было бы немного странно, если бы вы могли брать и исполнять любые методы, даже, например, приватные. Но, честно говоря, это почти всегда возможно. Просто, вот смотри, у этого самого метода есть что-то типа invoke. Метод invoke. Да, вот у меня есть метод invoke. Там можете подать аргумент этого метода. с помощью этого интерфейса вы можете вызвать этот метод. Единственное, что, просто так вам его не дадут вызвать, потому что есть некая, я забыл, как он называется, security policy, что-то типа того, который внутри проверяет, а вы можете выполнять вообще или нет. Ну, то есть, там есть некоторые... А нам выбрось как раз наверняка ошибку, если мы она настраивается при этом. вы можете ее выключить в принципе. Вы можете сказать, а, пожалуйста, позволь мне и выполните его. То есть, если она не настроена, если она просто не запрещает вам явно этого, то вы можете выполнять любые методы. Ладно, это просто некое отступление. Соответственно, естественно, у методов можно посмотреть, есть ли там такая аннотация. Понятно, да? То есть, вот это тот самый код, который позволяет определить, например, есть и на методе аннотации, потом какую-то логику, заходя из этого, делать. Да? То есть, то же самое, например, где-то там в каком-то препроцессоре Java есть какой-то такой же примерно метод, который смотрит на все методы и ищет там аннотации override. И потом, если на вид аннотацию override, то выполняет еще какую-то логику, проверяет, что этот метод переопределен. Понятно, да? Просто некоторая IP, которая позволяет эту информацию узнавать и ей пользоваться. Так вот, к чему все это? К тому, что именно такой способ используется сторонними фреймворками. То есть, так с помощью расстроения небольшого количества аннотаций вы можете перевносить гигантскую логику в свою программу. Как, например, сделать из простого класса контроллер внезапно каких-то запросов на разный URI. Понятно, да? Кто не следует за мной? Ладно. Ну да, я вам еще говорил, что аннотации могут быть такие, которые остаются в рантайме, которые можно использовать в рантайме, а есть те, которые есть только в этапе компиляции. Это все настраивается с помощью вот такой вот штуки, retention policy. Их всего три разных. Рантайм, та, которая будет доступна в рантайме. Если вы сделаете какой-нибудь другой уровень, то во время выполнения программы вот этот ваш код не сработает. Понятно, да? Эта аннотация не будет там во время исполнения. Да, верно. Все верно. Если мы сейчас... Это можно проверить, кстати. А, хотя у нас нет ничего от оверрайда. Ну, я думаю, вы можете это проверить. Что еще? Не будут на это тратить время. Ладно. Так, много у нас времени. Давайте сделаем трехминутный перерыв. Потом перейдем к спрингу, к самой интересной части. Ладно. Давайте теперь к самой интересной части. Мы еще будем заниматься и на следующем занятии, судя по всему. Но в тот раз мы с вами написали чатик. Ну, по крайней мере, мы посмотрели, как он работает, и вы сделали там несколько методов. И, собственно, самый главный вопрос был в том, почему это все работает. Да? Собственно, мы сегодня поразбирали, что, ну, в принципе, можно написать такую логику, которая обрабатывает аннотации, которая делает всю ту самую магию. Ну, то есть, естественно, мы это делать не будем, соответственно, за нас это сделано уже где-то. Слушайте, где? В спринге. Давайте сейчас немножко вспомним, да, про что такое spring, spring boot. Я вдруг понял, что некоторые люди забыли. Во-первых, мы сейчас будем еще раз смотреть на тот самый пример с матчмейкером. Давайте так еще сначала на словах. Матчмейкер. Это будет наш сервис в игре. Если говорить вообще, из чего состоит наша игра. У нас была где-то картинка, сейчас не буду ее искать, потому что у нас есть как бы игровой сервер и есть матчмейкер. Они, в принципе, могут быть разными сервисами. Не помню, как у нас нарисовано это. Суть в том, что матчмейкер это некий HTTP интерфейс, то есть это рест-сервис, который позволяет подключаться к игре и смотреть несколько еще таких базовых вещей об играх. Например, список игр, да, то есть это же мультиплеерная игра, и там может быть не только много игроков, там еще много игр может быть. И список подключенных игроков. Логично, да? Смотрите, у нас есть игра, и к нам приходят пользователи, они говорят, я хочу поиграть. Что вот мне происходит, когда они говорят, что я хочу поиграть? На любом игровом сервере, мультиплеерном, на нашем тоже. У нас там будет как-то сам создаваться с помощью какой-то логики объект игры, некая сущность, в которой все состояние игры. Их может быть несколько, логично, да? Несколько параллельных игр, и в каждой игре играет несколько игроков. Матчмейкер, это такой рест-сервис, ну, то есть такой HTTP-сервис, который позволяет, первое, подключаться к игре. То есть там будет что-нибудь типа join, такой метод join, да? Просто HTTP метод join. Второе, он может посмотреть список игр, может позволить посмотреть список игр. Там что-нибудь типа games.list, games.list, такой будет URL, понятно, да? Пользователь, да, еще раз, это сервис, который предоставляет такой-то HTTP-интерфейс. То есть первое, это подключиться к игре. Вот какой-то пользователь сказал, хочу подключиться к игре. Понятно, что это не сам пользователь будет делать это, а просто клиент игры будет делать HTTP-запрос, типа подключиться. Это connection connect, он будет такой у нас. после этого матчмейкер сделал какую-то логику, он, например, посмотрит, что вот у нас есть такие-то недособранные игры, да, или там мы, возможно, собираем все время в последнюю. Последняя игра, например, недособрана. Ну, тогда он ее еще не создает, и мы все еще ждем новых игроков, да? Какая-то такая логика, неважно, мы сейчас не про это говорим, а про то, какой у нас будет интерфейс. Connect. Второе, это будет список всех игр. Третье, это будет список всех подключенных игроков. Понятно, да? Все. Это такой же HTTP-сервер, сервис, как чатик, только у него интерфейс другой. Один небольшой вопрос. Да. По логике, вот если, ну, если реализовать там сокетами, они поддерживают непрерывные состояния, и если один дисконнектится из интернета, то там он автоматически кидает дисконнект на сервер. Да. А здесь, если у нас HTTP-запрос, они единожды, то есть мы должны отправить запрос, чтобы подтвердить, что мы там, ну, предположим, стоим все еще в группе. Да. А если из-за интернета включились, и у нас, получается, он не выкинет его из группы игрока, хотя он уже не в сети. Ну, эти вопросы будем обсуждать, когда будем про веб-серкты говорить. В смысле, еще раз. Ну, у нас есть группа, которая была собрана при помощи HTTP-рест-опе. Да. Если один из игроков подключается, то он не... ну, если бы, если бы, при помощи функции какой-то типа выйти из лобби, то мы бы отправили серверу то, что мы хотим отключиться от группы. А если мы отключились из-за интернета, то мы никакой запрос не отправляли серверу, что мы отключались от группы. И мы еще будем состоять в группе, хотя мы... То есть, да, ладно, понятно. Значит, вопрос про то, что делать, если у нас отсоединился пользователь, например, не сам специально сделать запрос отсоединиться, а, например, из-за интернета и еще каких-нибудь других проблем. во-первых, это вопрос мы будем создать, когда будем про веб-сокеты говорить, потому что это вопрос про веб-сокеты. Во-вторых, просто у веб-сокетов такое API, которое в случае фейла соединения по любой причине вызовет там некий коллбэк. Все, там будет коллбэк, и мы по этому коллбэку можем сделать любую логику. Ну, ладно, сейчас мы про другое, про подключение к игре, и про саму игру только подключение. И, собственно, наша задача сегодня это разобраться в том, как такой сервис, который, в принципе, довольно простой, выглядит очень просто. Мы на него смотрели сегодня, давайте еще раз. Вот у нас есть главное приложение, вот оно главное, entry point приложение, да, есть контроллеры, у нас их на этот раз два. Один отвечает за connection, другой отвечает за игру. Игра. Значит, этот контроллер слушает на game, на URL game. У него есть метод вывести список игр, list. Понятно, да? И connection контроллер. Тут есть интерфейс подконнектится, ну, еще тут вам нужно будет реализовать метод вывести список всех connect. Это понятно, да? Собственно, он уже отчасти работает. Давайте запустим, посмотрим. это просто public static void main method, я поэтому правой кнопкой по нему щелкнул, и потом run. Где он находится? Он находится в ru, а там mm, это значит матчмейкер в корне. Вот и все. Все. Он поднялся. Теперь, если я хочу посмотреть список текущих игр, на какой URL я должен пойти? Скажите мне. Вот он может смотреть на контроллер и говорить. Какой там у нас? Game list, да? Да, он работает. Просто с игр нету, и там пустой список. Ладно. Это просто, чтобы вы поняли, о чем мы говорим. Дальше. Значит, еще раз. Все это работает с помощью некого фреймворка, который называется Spring. На самом деле, Spring — это набор фреймворка. Они позволяют очень много. Мы сегодня с вами поговорим только о самой базовой функциональности. Ну, тут, например, написано, что умеет Spring. Причем, это тоже только базовая вещь. Если зайдете на основной сайт Spring, там будет гигантский-гигантский список всяких очень крутых вещей. Значит, Spring Boot. Вообще говоря, Spring — это сам по себе production-ready framework. Вы можете использовать его для того, чтобы писать такие приложения, но это будет довольно сложно, потому что это сложный framework, он большой, там много фичей, и вам придется знать, как его настроить. И вот уже, в принципе, довольно давно есть такой классный проект, который называется Spring Boot, который из-за вас делает много хороших вещей. Здесь почитайте, какие. Мы используем это. То есть, мы используем не совсем чистый Spring, но чуть более упрощенный и улучшенный Spring используем, который называется Spring Boot в каком-то смысле. Собственно, как мы его включили, если вы посмотрите в build.grad, то там вот это вот. Мы включили всего две депенденции. Одна из них называется Spring Boot Starter Web. Там содержится несколько других библиотек, ну, частей framework. потом посмотрим, какие. И вторая часть. Spring Boot Starter Actuator. Actuator — это очень удобная штука. Это вещь, которая добавляет в ваше веб-приложение специальные URL, в которой содержится информация о вашем приложении. Всякая разная полезная информация. Так, тут есть ссылка на документацию по Spring Boot Actuator. Ну, давайте так, просто посмотрим, что за информация такая. Вот мы с вами написали какое-то приложение, это веб-приложение. Мы хотим узнать, например, оно поднялось или нет вообще. Ну, такое бывает нужно. Особенно, если у вас их много. Нам хочется быстро узнавать, оно работает вообще или нет. Так. Там есть вот такие URL. Их много. Их на самом деле очень много. И вот здесь я вам привел список всяких полезных URL. То есть для того, чтобы они работали, вам, в принципе, ничего делать особо не нужно, кроме одной вещи. URL-ов много, можете посмотреть, что это за URL. Потом мы некоторые будем использовать. Кроме одной вещи вам нужно будет настроить так, чтобы включить все вот эти полезные URL. Они более технично называются Endpoint. Так, теперь маленькое отступление. Вообще, было бы удобно иметь какой-то способ наше приложение настраивать с помощью каких-то параметров. Правильно? Нет, не просто параметров командной строки при запуске, а просто иметь какой-нибудь файл с конфигурацией. Ну, так многие приложения их имеют. В Java есть просто стандартный способ. Он называется application.properties. Ну, на самом деле, это могут быть не только properties, есть и другие форматы, которые поддерживаются, но properties самый простой. И, собственно, для того, чтобы, например, заработали все Endpoint в Actuator, в Actuator мы должны вот это вот добавить, некую просто настраивку. Включить все Endpoint. Еще две таких полезных, которые могут вам пригодиться, штуки, которые можно настроить с помощью application properties. На каком порту мы поднимаемся? Вот тот раз мы с вами не настраивали, и по умолчанию мы поднимались на 80-80. Вот вы можете настроить вот здесь так вот. Server.port. Если у вас 80-80 уже занят другим приложением, можете написать 9000. Понятно, да? Management Server.port это, собственно, порт, на котором Actuator работает. Именно поэтому я первый раз попытался перейти на 80-80, но там Actuator уже нет, он на 7001. Я так настроил. Ладно. Про application properties я уже рассказал. И, собственно, здесь некоторые полезные endpoints. Дальше. Значит, немножко такой теории. Тут кто-то говорит, что узнает, что это конвершенов control. Расскажи. Твоя очередь. Ну, примерить, наверное, вообще всего просто. Когда у нас есть какой-то интерфейс, мы хотим, у нас есть к нему зависимость. Нет, значит, есть класс, который у нас интерфейс, от него зависит от другого класса. То есть, есть какое-то поле, которое имеет тип этого класса. вместо того, чтобы зависеть от этого класса, прописать не классы, а не зависимость от класса. Одинственное длине не зависимость от класса. Ну, в общем, ты говорил примерно правильные слова. Я сейчас попытаюсь просто сказать их более удачно. Ну, я тут даже не перевел определение. Лучше не стоит заморачиваться определением по этому поводу. Просто есть некоторый принцип, который говорит, что гораздо удобнее, если тут есть два понятия связанных, я пытаюсь их соединить, если control flow не будет контролироваться вами, а будет контролироваться кем-то сторонним, например, к каким-то фреймворкам. Что подразумевается? Тут можно как бы два примера привести. Предположим, у вас есть какая-то программа, и она построена так. Сначала выполняется какой-то один метр, потом выполняется какой-то другой метр, а потом третий. Ну, просто не знаю. Набор, вернее, последовательных разных метр, которые выполняются. Но потом программа становится больше, и вам хочется, чтобы вашу программу где-то там в середине, в определенных местах, в определенных условиях вклинивались другие процедуры. это можно сделать просто написать так код. Вы можете сказать, если там что-то, или там сначала один метр, потом другой, потом третий, а потом если что-то, то четвертый. У этого есть некоторые проблемы. Как только этот проект становится очень большим, управлять вот этим вот всем, вот эти все последователи, вот эти структуры программы будет очень сложно. Поэтому отличное решение это некий control flow передать на управление некоторому фреймворку. Что это значит? Значит, что вы в каком-то месте просто в виде конфигурации напишите, что зачем и что в каком условии. А при этом вы просто реализуете вот эти методы логики. Кто не понял, что я сейчас сказал? То есть сейчас я говорил про control flow. Про control flow я подразумеваю ну там, например, просто порядок выполнения некоторых инструкций. То есть было бы здорово, если это бы не писалось жестко в коде, это бы настраивалось в каком-нибудь файле конфигурации как-нибудь так. То же самое касается и создания объектов. Обычно когда говорят inversion of control подразумевают именно цепочку создания объектов. Что я подразумеваю? Вот у нас есть какое-то очень большое приложение. Например, какой-нибудь сервер игры. Понятно, что для того, чтобы создать сервер игры, нужно на самом деле создать большое количество объектов. Более того, они все очень сильно, они все связаны. Понятно, что это игра, там много связанных объектов. Более конкретно. Например, у нас есть в игре несколько сервисов. Один из них матчмейкер, один из них геймсервер. Да? И в разных местах вашей программы вам хочется их использовать. Ну, логично. Просто в разных местах, так как это довольно-таки дженерик вещь, вы хотите их использовать. И если бы вы не использовали принцип inversion of control, если бы все делали как обычно, что бы вы делали? Вы бы взяли вот этот вот объект, который представляет собой сервис, да? И передавали бы его как параметр куда-нибудь, а потом бы вы его где-нибудь выполняли. Или вы бы сделали его статическим, публичным, да? То есть есть разные способы. Но было бы здорово, если бы в любом месте программы мы могли просто сказать, вот здесь мне нужен этот сервис. Вот как угодно, дай мне его, пожалуйста. Да? Было бы здорово так. Не протаскивать всю эту зависимость, а просто попросить, сказать, дай мне, пожалуйста, как угодно. Причем сконструируй его как угодно для меня. Я просто его хочу иметь вот здесь, сейчас. Что это значит в такой ситуации? Что мы не задумываемся о том, как объекты создаются. не задумываемся о том, из каких частей они состоят, как они собираются, а просто говорим дайте мне его, пожалуйста. А вот весь этот процесс создания и передачи нам лежит на руках, на плечах фреймворка, да? То есть мы это как-то настроим во фреймворке, в файлах настройки, а потом просто будем говорить дай мне, пожалуйста, этот сервис. Звучит, ну, по крайней мере, звучит круто, да? Звучит заманчиво. Кто не понял? Могу еще раз объяснить. То есть inversion of control это принцип, который подразумевает, что вы бы хотели передать процесс, во-первых, control flow, во-вторых, процесс создания объектов и как бы проталкивания в нужное вам место на плечи фреймворка. Понятно, да? а не вместо того, чтобы делать это самим. Зачем это бывает нужно? Кто понял? Зачем это может быть нужно? Это лучше всего смотреть на примере. Сейчас у нас нет времени разбирать примеры, но есть большое количество курсов по спрингу. В них этот принцип хорошо объясняется на примерах. Мы сейчас с вами будем смотреть, например, чатика. Надеюсь, вы на нем это поймете. Это не сам показательный пример. Но история заключается в том, что со временем разработчики, особенно крупных систем, пришли к тому, что использование вот этого принципа очень сильно упрощает разработку. Очень сильно. Во-первых, смотрите, если вам не приходится задумываться о том, как создается объект, он просто к вам попадает туда, куда вам нужно, просто в какой-то перемен он внезапно появляется. Это что значит? Что в принципе вы можете его разработать отдельно, а потом просто его внедрить к себе таким образом, да? Вам не нужно его протаскивать через гигантское количество каких-то конструкторов и параметров. Он просто у вас есть. Понятно, да? Можно вопрос? Типа. И он говорит, что да, вот, держи, я создал тебе объект. Все верно. Это именно так и работает. Но это выглядит даже еще лучше. Тебе не нужно даже его прощаться никакой фактор, никакой фабрики. Сейчас мы посмотрим, как это все выглядит. То есть в итоге получается, что ваши компоненты, то есть ваши любые сервисы, не знаю, любые объекты могут быть не связаны, а связываться только только к фреймворкам, да? Вы сами не протаскиваете никакие зависимости, вы сами ничего не настраиваете. Все делается через фреймворк. Сейчас более конкретно посмотри на пример. Вернее, так сначала скажем про то, что такое dependency injection. Это как бы говорят, что это реализация этого принципа. Есть принцип inversion of control, а есть dependency injection как одна из реализаций. Или как реализация одной из частей? А именно про инстанцирование объектов, да? То есть давайте сразу посмотрим на пример. Вот смотрите. У нас есть gamecontroller. Если вы посмотрите на код, который в нем есть, его совсем мало, всего лишь две строчки, то вы видите, что в нем используется просто некий объект, который называется repository, в котором хранится список игр, да? Ну, это просто хранилище для игр. И просто выводится то, что лежит в нем внутри. Правильно? Откуда мы возьмем этот объект? Такой вопрос. Как мы могли бы это сделать? Ну да, мы в принципе можем написать, вот смотрите, вот он и объявляется, мы здесь можем написать равно new game repository, да? при этом у нас иногда могут возникнуть вопросы, типа у нас есть несколько реализаций game repository, какой из них выбрать? Причем в разные ситуации могут понадобиться разные. Но вот если вы посмотрите, как это все работает сейчас, то увидите, что здесь нигде game repository не проставляется, правильно? Нигде не написано равно new или равно что-нибудь еще, никакой параметра не передается, просто есть одна аннотация, аннотация autowire. Она собственно означает, пожалуйста, механизм, который отвечает за dependency injection. Подставь мне, пожалуйста, в game repository нужный объект, вот и все. То есть на примере понятно, как это выглядит? Мне понятно. То есть можно сказать, чтобы руками не писать равно new, мы говорим это не то, чтобы руками не писать, это просто внешне выглядит так, но более сложных случаях, это будет означать, что ты, например, не будешь конструировать этот объект, сложно. Смотри, вот у нас есть game repository, это простой объект, на самом деле, сейчас у нас это простой объект, на самом деле, это мог быть какой-нибудь сложный сервис, который требует для себя других, другие объекты, да, которые тоже для себя что-то там требуют, которые более того, при создании мы не хотим сюда вот это все протаскивать, согласитесь, мы не хотим в какое-то место, где мы просто хотим вызвать всего лишь один метод getAll, не протаскивать этот объект, не создавать его здесь локально, не думать о логике его создания, да, в простом примере, в принципе, могли бы так и не делать, могли бы иметь все равно нее, в сложном примере, это внезапно оказывается важным, и поэтому мы предоставляем создание конкретного экземпляра, да, для этого поля dependency injection framework, как это конкретно будет происходить, сейчас разберем, разберемся, и на самом деле, посмотрите, еще раз, у нас есть Spring, говорят, что Spring это в том числе IOC container, IOC это inversion of control, некая сущность, которая выполняет, которая реализует принцип inversion of control, Spring для нас это делает, короче говоря, за что он конкретно отвечает, что он делает такого, во-первых, он создает объект, то есть вот у нас есть пример, сюда попадает нужный объект, чтобы туда попасть, что с ним должно произойти, во-первых, он должен создаться, где-то там в Spring framework будет написано равно new, или через reflection будет создан этот объект, да, но это еще не все, что требуется от IOC-контейнера, второе, понятно, что он должен подставиться, куда нужно, подставиться, то есть Spring там создал себя в этот гейм-репозиторе, он еще должен понять, что его надо сюда поставить, еще нужно понять, какой именно, и в принципе тоже может быть несколько реализаций, да, понятно, что Spring предоставляет возможность выбирать, какой именно, посмотрим как, у него есть некие правила, то, как он это делает, и третье, кроме того, что он их создает, он еще их и удаляет, когда нужно, то есть это значит, что на самом деле этот самый Spring, то есть выполняя функцию IOC-контейнера, он как бы руководит полным циклом объекта, понятно, да, он его создает, поставляет, куда нужно, и потом если нужно, удаляет, что конкретно это значит, сейчас мы поговорим, да, какой-то вопрос. Вы говорили, что, соответственно, в некоторых случаях, когда нам нужно, он может не удалять объект, то есть он его когда-то создал, и потом его используют, ну, чтобы заново не создавать, а в других случаях, когда мы говорим, что нам нужен вот этот объект, это как регулируется, мы потом будем говорить? Да, мы сейчас будем о всем этом говорить, то есть понятно, что в разных ситуациях, может быть, могут быть разные ситуации, иногда нам нужен, например, каждый раз новый объект, Мы обращаемся к поле, мы каждый раз хотим новый объект. А иногда мы хотим все время один и тот же. Это называется скоп такого рода объектов. Скоп. Мы сейчас до этого дойдем. Ладно, значит, мы выяснили, что Spring, на самом деле, такая базовая функциональность, которую он предоставляет, это функциональность IOC-контейнера. Что конкретно под этим подразумевается? На самом деле, есть просто класс, который является как бы интерфейсом этого IOC-контейнера. Он называется ApplicationContext. ApplicationContext. Можно у него перейти и посмотреть, что это такое. Ну, вернее, это интерфейс. Это интерфейс. И, как вы видите, он еще на самом деле экстендит гигантское количество других интерфейсов. И он может многое, но вот та самая базовая функциональность IOC-контейнера, она содержится в... Если вы здесь посмотрите... Есть интерфейс BINFactory. Среди прочих интерфейсов есть такой BINFactory. Так, сейчас нужно будет нам с вами объяснить, обсудить, что такое BINFactory. Значит, смотрите, вот у нас есть IOC-контейнер, и он умеет нам создавать, управлять жизненным циклом каких-то объектов. Такие объекты называются BINFactory. Вот и все, в принципе. То есть это объекты, которые менеджатся таким IOC-контейнером. Понятно, что это не совсем простые объекты. Нужно что-то сделать, чтобы они стали BIN-ами. Нельзя просто взять простой объект и назвать BIN-ом. Сейчас мы увидим, что нужно сделать. Но какой интерфейс, собственно, взаимодействия с IOC-контейнером, с Application Context? Ну, можно так сказать, что вот этот самый BINFactory, можно так по названию понять, что это как бы такой класс, который умеет конструировать эти самые BIN-ы или давать их нам. И вот, собственно, его интерфейс. Если посмотрите, вы увидите. Вы можете получать из него BIN-ы по классу, и по некой строке это имя, по классу и по имени. То есть, еще раз, смотрите, у нас есть Spring. В нем есть некая штука, которая называется Application Context. Это что такое? Это на самом деле некое хранилище и штука, которая умеет создавать BIN-ы. То есть, такие объекты, специальные объекты. Ладно. Теперь давайте обсудим, чем BIN-ы отличаются от обычных объектов. Как сделать из обычного объекта BIN? Вы просто должны настроить это. То есть, вы эти BIN-ы должны настроить. У вас есть какие-то обычные объекты, Java. Вы должны нечто сделать, чтобы они стали BIN-ами. И это вы должны определить нечто, что называется BIN-конфигурэйшнс. То есть, смотрите. Предположим, вам в какой-то момент времени, например, вот в нашем коде, понадобился гейм-репозитори. Аннотация AutoWire нам говорит, что этот объект будет нам подставлен с помощью Dependence Injection как-то там, спрингом. И так как это объект, который менеджен спрингом, это BIN. Но откуда он узнает, как создать этот BIN? Такой вопрос. Например, какую реализацию выбрать? И вообще, что он сюда подставит? Такой вопрос. Если мы пойдем в гейм-репозитори, то увидим, что здесь есть всего лишь одна аннотация. То есть, смотрите. На самом деле, это обычный класс. Обычный класс, в принципе. Но у нее есть всего лишь одна аннотация. Эта аннотация все и решает. Значит, такое небольшое отступление. Если вы смотрели какие-нибудь другие курсы, в которых связался Spring, в них могут использоваться другие способы описания BIN Definitions. Часто XML. Часто их описывают в XML, потому что это старый и проверенный, и, в принципе, понятный способ. У вас вам нужно писать много XML. Некий настрой, который вы будете описывать в XML. Мы так делать не будем, потому что это неудобно. Это много XML. Мы не хотим использовать XML. Читать аннотации понятнее. Так вот. как можно сделать BIN Definition, да? Как можно описать BIN Definition. Смотрите, если вы просто возьмете любой класс, пометите одну из следующих аннотаций. Configuration, Component, Controller, Service, Repository. Вот они. Spring узнает, что он может создать BIN из этого класса. Он будет храниться, или он будет создаваться, внутри тот самый BIN Factory. Он будет доступен там, как вы видели в интерфейсе, по имени и по классу. Правильно? Вот этот класс, собственно, сам класс будет ключом. А еще он будет доступен по имени, который является, ну, просто вот такой вот строкой, только когда он начинается с маленькой буквы. Не важно. Смотрите еще раз. Когда вы сказали, что некий класс, Game Repository, теперь помечу аннотации Repository. Это одна из тех аннотаций, которые говорили в Spring. Что Application Context теперь может по этому классу, по имени этого класса, по имени этого класса и по этому классу возвращать нам инстанции этого объекта. Кто не понял сейчас, что произошло? Кто понял? Можно другого вопроса? Да, давай. А класс мы можем создавать как хотим, не надо их как по-особому задавать. Как что? Класс, вот этот Game Repository. Да. Но вот как мы хотим его создать, не обязательно что-то выписывать, кроме аннотации? Да, все верно. Это как раз сильная сторона Spring. То есть вы просто описываете любой класс, любой класс, а потом вы просто добавляете какую-то аннотацию, и с тех пор она становится, то есть это превращается в определение бина. Это, правда, еще не все способы, как это можно сделать. Во-первых, можно поместить другими аннотациями. Если вы почитаете документацию, то вы поймете, что просто между ними есть некоторая разница. Все они являются компонентами. То есть есть некий такой, некая, как сказать-то, понятие в Spring, как компонент. Если вы поместите класс компонент или репозиторий, что является тоже компонентом, неважно, то Spring сможет вам вернуть этот объект по этому классу. Тут такой вопрос дальше. Вот он вам вернет этот объект. А ведь вам на самом деле могут понадобиться… у вас могут быть разные ситуации. В основном, например, может быть, что вы хотите все время получать один и тот же инстанс этого объекта. Правильно? У вас репозитория может быть всегда один и тот же. Другая ситуация. Вы можете, хотите, получать каждый раз новый инстанс. И это настраивается. с помощью аннотации скоп. Если вы посмотрите, то здесь есть просто некоторый набор скопов. Там дальше будет слайд про то, какие они там есть. Вот, набор скопов. Давайте сначала разберемся так. Смотрите. У нас есть разные скопы. То есть, что это значит? Когда нам Spring будет возвращать этот бин, он может возвращать все время один и тот же, может возвращать разные в разных ситуациях. Понятно, да? Какие это могут быть ситуации? Например, single tone. Это что значит? Да, один объект. Все время будет возвращаться один и тот же. То есть, Spring его создат вначале один раз. И потом каждый раз, когда вы будете у него просить, или когда будете пытаться его заавтовайрить куда-то, будет все время один и тот же подставляться. Можно вопрос? Да. У нас время жизни нет контроллера. Ну да. Слушайте, это тот вопрос, который мы сейчас и обсуждаем. Смотри. Если ты спросил… Сейчас удалю этот скоп. Ты спросил про контроллер, например. А тот помечен классом контроллер. По умолчанию, ну, примерно то же самое, что если ты помечу его как репозиторий или как компонент. Это просто разные типы компонентов, на самом деле. По умолчанию у него будет какой-то скоп. Это скоп синглтон. Что это значит? Что будет создан один объект. Он будет один. При запуске приложения. Да. При запуске приложения Spring сначала инициализирует свой application context. Тот самый IOC контейнер. И он сразу же создат все бины, у которых синглтон. То есть он просто возьмет и на старте создаст и connection контроллер. И game контроллер. Потому что это тоже контроллер. И там нет никаких настроек скопа. И что у нас здесь еще есть? У нас еще есть сервисы. Это аннотация тоже как бы под тип компонент. Есть компоненты сервиса, есть компоненты репозитории, есть еще другие. И это тоже будет создано в единственном экземпляре. Понятно, да? И, кстати, мы это можем проверить. Смотрите. Вот я уже запустил наше приложение. Я вам говорю, что у нас есть такая штука, как actuator. Actuator. У него есть такой URL, как actuator.bins. Если вы на него перейдете, то вы увидите список всех бинов, которые созданы в нашем приложении. Если вы на него перейдете, то увидите, что там их на самом деле уже гигантское количество. И там штук 230, примерно. Почему так много? Потому что, на самом деле, когда Spring инициализируется, мы с вами довольно много сразу в зависимости подтащили вместе со Spring. Spring.com, там создается довольно много сервисов, компонентов и тому подобных вещей, которые нужны или Spring.com, или, возможно, будут нужны нам. Поэтому их там так много. Но нас интересует конкретно, например, GameController. Мы здесь можем просто поискать. И мы увидим, что, среди прочего, здесь есть описание бина GameController. Вот, оно такое вот. В примерно с такими данными он и хранится в аппликейчном контексте. Давайте поэтому почитаем, какие есть свойства. О, бина. Во-первых, у него есть имя, и вот он и имя. GameController. Как название классов с маленькой буквы. Еще вы можете давать ему алисы, какие-то другие имена, но это, ладно, неважно. У него есть скоб, как я вам говорил. Скоб по умолчанию, SingleTone, да? Вот это написано, SingleTone. Вот. Еще раз, что это значит? За все время жизни программы будет всего один объект этого класса. Да, все верно. За все время жизни контекста, если быть более точным. Но, да, почти всегда это значит, что за все время жизни программ. Ладно. Бины идентифицируются по имени и по классу. У него есть класс. Логично. Просто класс GameController. Ну, как здесь написано его имя. Смотрите, еще интересная вещь. Есть такая штука, как dependencies. И тут написано, что он dependent, то есть зависит от гейм-репозитории. Как это понять? Смотрите. Это GameController, и он зависит от гейм-репозитории. Но вообще, если вы посмотрите, это довольно логично, да? То есть это что значит? Для того, чтобы создать гейм-контроллер, SpringGo нужно еще и создать гейм-репозиторий. Логично, да ведь? То есть он же внутри, на самом-то деле, говорит что-нибудь типа NewGameController и передает туда NewGameRepository. Не все так просто, но суть-то такая. Это понятно, да? Так вот. Есть и другие скопы, естественно. Scoop prototype. Scoop prototype. Он означает, что каждый раз, когда вы пытаетесь запросить из этого контейнера bin, или пытаетесь его завтоварить, будет создаваться новый экземпляр. Потом посмотрим. Да, давай. А может, в ситуации, когда нам нужен один объект, который будет учить постоянно, и еще один, который мы вызовем, и потом что-то нам удается? То есть это не singleton и... Или такого просто не бывает? Не нужно много. Если ты хочешь такой странный скоп сделать, то ты можешь использовать скоп prototype, то есть тебе просто вернут какой-то инстанс. Потом ты можешь запросить его просто еще раз, да? И уже вручную их менеджить, понятно. Ну, смотри, это будет просто обычный объект, и ты с ним можешь делать все, что угодно. Ты можешь один использовать долго, а один мало, в принципе. Ну, просто вот это вот скопы, которые подходят для стандартных сценариев. Еще у Spring есть возможность писать свои скопы. Вот уже такая продвинутая возможность. Ну, ладно. Нам более интересно, на самом деле, последние еще два. Третий — это request. Ну, Spring — это глубоко интегрированная штука. Это набор проектов, все которых хорошо друг о друге знают. Могут использовать фичи друг друга. Например, мы можем в нашем веб-приложении просто сказать, что какой-то бин будет иметь скоп-реквест. Он будет существовать только на время HTTP-запроса. Пока мы обрабатываем HTTP-запрос, пока, на самом деле, пока еще и вот тред, который его обрабатывает, у нас будет этот бин. А когда будет новый запрос, будет создан новый. Это понятно, да? Пример, когда такое можно использовать. Смотрите. К нам приходит какой-то пользователь. И он, ну, там, например, хочет законнектироваться к нам в игру. И тут мы говорим, ну, подожди, пользователь, нам нужно проверить, есть ли у тебя права, например, зарегистрированные ли ты в нашей игре. Мы делаем какой-нибудь там запрос к базе данных, проверяем, есть ли у него там действительно по таким логинам и паролям запись к базе данных. И потом мы хотим этот бин как бы сохранить на все время обработки вот этого одного запроса. То есть как бы на этот один запрос мы уже выясним, у него есть права. При этом, когда к нам придет другой пользователь, мы, естественно, должны будем сделать для него то же самое. Отдельно. Скоп-реквест здесь отлично подойдет. Ну, ладно. Дальше посмотрим пример. А веб-сокеты, ну, когда мы с вами будем говорить про веб-сокеты, тоже будем про это говорить. Просто веб-сокет — это протокол, у которого есть сессия. Что это значит? Что у нас есть клиент, есть сервер, клиент получается к серверу, и какое-то время это сессия существует. Пока она существует, будут существовать и эти бины, которые со скопом веб-сокет. Может быть, веб-сокет. Например, смотрите, например. Я не знаю зачем, но я просто здесь сейчас быстренько напишу метод, который возвращает нам текущее время. Да? Смотрите. Я просто написал метод, который возвращает текущее время, и при этом у нас будет bin. Вот смотрите, что я сейчас делаю. Быстренько объясню вам. Ну, я написал просто метод контроллера, который возвращает некий объект под названием now, объект, который должен содержать текущее время. Да? Ну, что это за объект? Это объект типа date. Ну, есть такой класс в Java, который время представляет. Не обязательно текущее, любое время. Когда вы его создадите, он по умолчанию будет указывать на текущее время. Вот. Смотрите, я сделал это бином. Я там не написал просто равно new. Просто если я напишу равно new, то, ну, так как это у нас, этот bin single tone, то, собственно, это один раз только поинициализируется, и потом будет все время одно и то же время возвращаться. Да? Ну, на самом деле, можно так сделать. Давайте сначала для простоты так и сделаем. Смотрите, я просто здесь написал. Date now равно new date. А как Spring узнает то, что нам нужно создать именно с date, который стандартный? Нет, нет. Я покажу потом. Сначала мы не сделаем это бином. Сначала мы сделаем просто так. Date now равно new date. И я переподниму приложение. То есть, смотрите, когда проинициализируется эта дата? На каком момент она будет указывать? Кто может сказать? Когда создается объект, экземпляр вот этого объекта, да? Да. Ладно, теперь, что мы с вами знаем? Что это бин, у которого scope single tone, правильно? То есть, когда он будет проинициализирован? В самом первом. Ну, в самом начале. Представьте приложение, в принципе, можно так сказать. При старте контекста. Application контекста. То есть, localhost game time. Да, я ведь и так сделал. Вот смотрите, сейчас время 10.47. Это сейчас непонятно, короче говоря. Но если мы подождем хотя бы немножечко. Да, вот смотрите. Уже 48 минут по моим часам. Ну, в следующем году, что 20.47, время не меняется. Ну, потому что это время создания. Естественно, мы этого не хотим. Мы хотим текущее время. Да? Что мы можем сделать? Как вы думаете? Вот есть много способов это решить. Но давайте какой-нибудь подумаем. Да, это запрос наш видишный создавать. Контроллер. Правильно? Контроллер. Да, действительно, да. Действительно, есть очень простое решение. Действительно, можно, конечно же, написать вот так вот просто. New date. Да? Ну, естественно. Но предположим, что это… Предположим, что есть некая более сложная логика, да? И мы хотим все-таки брать какую-то эти данные. Например, они обогащены чем-то. Они не просто создаются локально. Они используют какие-то другие сервисы. Например, мы хотим возвращать время в какой-то часовой зоне. И у нас еще есть какой-то сервис, который возвращает нам часовую зону. То есть там какая-то логика еще есть. Мы так, например, сделать не можем, но мы хотим взять посуды. Как мы можем еще выводить текущее время? Как вы думаете? Например, мы можем сделать так. Ой, scope. Так можем сделать? Что это значит? То, что мы будем каждый раз создавать новый контроллер на новом реквизице. Верно. Мы каждый раз будем создавать новый контроллер, новый реквест. Может быть, немножко странный решение, но для этого случая он обойдет. Давайте проверим. То есть смотри, что будет происходить. Да? Вот я сейчас сделаю запрос. Это я поднял сервер. Сейчас сделаю сюда запрос. Мне вернуло какое-то время. Пробую еще раз. Оно вернуло какое-то время, оно изменилось. То есть это действительно текущее время. Как это все работает? Я делаю сюда запрос. И так как у меня есть класс, помечен аннотацией requestMapping, да, то Spring знает, что запрос на этот URL обрабатывает такой контроллер. После этого он говорит, так, а если у нас такой BIN? То есть я хочу найти BIN по имени класса. Он идет по имени класса в свой application context и говорит, да, мне, пожалуйста, такой BIN. Так как BIN настроен как scope request, то на каждый новый request будет создаваться новый. То есть когда Spring попросит, дай мне, пожалуйста, application context, BIN, он создаст новый, так как это новый request. Правильно? Когда он создастся, то создаться и это поле, да, которое в нем определено. Оно принципизируется. Правильно? Поэтому все сработает. То есть гейм-репозиторий тоже каждый раз будет… Нет, смотри, он будет не разный. Он будет не разный. Смотри. Вот сам вот этот объект, он single tone. То есть будет он один. Но просто он будет каждый раз подставляться в новый instance game controller. Понятно, да? У нас будет один гейм-репозиторий, каждый раз на каждый request будет создаваться новый гейм-контроллер, и в него постоянно будет один и тот же биг подставляться. Мы сейчас сделаем смартфон автовайры, чтобы она тоже станет одной. Вот, смотри. Да, я сейчас просто, чтобы объяснить вам некоторые другие концепции, сделаю еще data, data автовайры. Например, тут не то чтобы now, а тут какой-то time. В общем, здесь какая-то логика того, как сюда подставляется это время, да? Мы хотим это время получать, чтобы Spring нам его давал. Чтобы была какая-то другая логика, написанная в другом месте, которая нам его возвращается. Не хотим даже думать о ней. Мы можем написать вот так. Если мы сейчас попробуем так сделать, то ничего не выйдет, потому что у нас нет никакого бина, на самом деле, который время возвращает. То есть, смотрите, что будет? Давайте, кстати, попробуем переподнять. Да, ошибка будет. Ну да, будет ошибка. Ну, я вам сразу могу… Ну, естественно, будет ошибка. А, нет, это не то. Это понятно. Потому что он вич среди системы, что на честь этого пара. Ну, то есть, смотри. Я просто сказал, что есть какой-то бин, у которого тип date, или у него имя date с маленькой буквы. Но на самом деле мы где его не объявляли, нет такого, да, нет такого стандартного. Мы должны где-то его определить. Ставить бин-дефинишн типа date. Я вам уже говорил про то, что можно помечать классы, как контроллер, компонент, репозиторий и еще есть другие. Это еще не все варианты. Еще вот в этих вот классах, которые вы пометили такой аннотацией, или еще в классах, которые помечены аннотацией configuration, ну вот, например, корневой класс нашего приложения, matchmaker.app, он на самом деле такой аннотацией помечен, она просто заложена внутрь вот этой аннотации, springboard application. springboard configuration. Вот в таких вот классах и в компонентах, и в репозиториях, и в этом краневом классе вы можете создавать определение бинов еще другим способом. Я вам сейчас покажу, как. Вот так. То есть смотрите. Кроме того, что вы можете объявлять там компоненты, репозитории и все такое, вы можете еще внутри них писать методы и помещать их аннотацией bin. Это что будет значить? Что у вас будет bin, у которого будет имя time, а тип date, который создается вот такой вот логикой. Понятно? А то, что переменная совпала с именем функции, это случайность или именно так же? То есть функцию можно назвать как хотите? Да, это важный вопрос. Это вопрос того, как spring автоварит, как он делает dependency. Мы чуть попозже про это поговорим. Значит, я здесь могу написать на самом деле time 2, чтобы не было случайных совпадений. И мы увидим, что сейчас все сработает. Давайте проверим этот факт. То есть смотри, что я сделал-то. Ладно, сначала проверим, что сейчас работает. Нет, смотрите, не сработало. Я знаю почему. Ну, я думаю, что вы тоже можете понять, если вы разобрались в том, что мы тут говорили. Я сейчас это справлю, но давайте. У вас есть шанс. Он, скорее всего, создал bin, который вызвал эту функцию, создал какой-то объект, и все, и им же пользует. Потому что скоп у data по умолчанию singleton. Он один раз создался точно так же, и все. А мы хотим какой? Например, prototype. Чтобы разобраться с ним тоже. Смотрите, сейчас все переподниму, и все заработает. Да, сейчас мы это все объясним. То есть, вы смотрите, работает. Каждый раз выводится в последнее время. Как это работает? Еще раз. Вот, еще раз. Мы делаем запрос на GameController. Что мы тут делаем? Мы выводим значение вот этого поля. Time2. Откуда он уберется? Spring его подставляет с помощью Dependency Injection, потому что он видит аннотацию AutoWire. Откуда он его уберет? Как он понимает, что именно подставить? Ищет он по двум критериям. Сначала он ищет по классу, по имени класса. Если он видит, что есть такой бин с таким классом, он его подставляет. А есть ли такой бин с таким классом? Ответ – есть. Потому что мы его здесь определили. Вот он, да? То есть, смотрите, это бин с таким-то классом, с таким-то именем. И вот так он будет создаваться. Причем каждый раз, когда мы будем пытаться его создать, будет создаваться новый. Он не будет кэшироваться. Он не будет синглтоном. Он не будет создаваться каждый раз на реквесте даже. Просто будет каждый раз новый, потому что это прототайп. Если я здесь делаю синглтон, то это будет какое время? Не запуска программы. Нет, не запуска программы. Это будет время первого запроса, получается. Правильно? Почему еще раз? Смотрите, потому что... Когда мы... А, если синглтон. Я сказал, если синглтон, да? Нет, да. Вы все правильно сказали. Если синглтон, то все синглтоны проинициализируются вначале. Если вы не будете делать дополнительных ущищрений. Но вы не будете. Так вот. Если мы здесь сделаем scope request, как вы думаете, все сработает или нет? Так, он поднялся. 54 секунды, 55. Да, все работает. Но все правильно. Потому что каждый раз новый запрос, каждый раз новый объект. И промежуточный, и тот, который мы хотим со временем. Так можно. Но, как вы уже видели, если мы сделаем date, например, с синглтоном, соответственно, мы все время будем изучать один и тот же объект, и мы сломаем логику. То есть, про это у тебя был вопрос. Да. Надо следить за этим. Это хороший вопрос. Все правильно. Смотри. Естественно. В любом крупном приложении. Ну, ведь не то, чтобы это естественно, но довольно часто возникает такая ситуация, что у вас будет, не знаю, time tomorrow, например, да? Не знаю. Какая-то просто другая логика. Но это тоже бин, и у него тоже такой же скоб, и у него такой же класс. Я здесь не буду, я не знаю. Давайте. Наверное, там можно передать просто 1 января 70-го года. Как теперь Spring поймет? Ответ. Ну, сейчас никак. Он не может выбрать, естественно. Нет никаких критериев. Ну, попробуем и увидим, что будет. Ошибка. Если вы здесь почитаете ошибки, все ошибки Spring, они такие, знаете, сложно читаемые очень. Там очень длинные stack trace. Я думаю, вы со временем к этому привыкнете. Но, смотрите, здесь написано. No qualifying bin of type available expected single matching bin, but found two. Ну, логично. Мы нашли два бина, которые подходят по типу. И в этом случае вы можете использовать tpdc injection, то есть вайлинг по имени, если хотите. Но тогда, естественно, вам нужно будет в контроллере указать, какой из них использовать. Делать это с помощью аннотации qualifier. Здесь вы можете указать time tomorrow. Понятно, да? Это имя метода. Почему? Потому что имя метода — это имя бина тоже. Кто не понял? Смотрите, вот этот бин. У него какие характеристики? У него есть scope request, у него есть тип date. И у него есть имя. Имя вот такое, time tomorrow. То есть базовое имя у бина всегда его название. Ну, то есть как он? Да, но вы можете определить им другие имена. Вы можете давать им аннотации. Для этого просто есть параметры аннотации. Но по умолчанию вот так вот. То есть сейчас мы хотим туда подставить time tomorrow. Посмотрим, сработает это или нет. То есть если я правильно понимаю, что date 0 выводит просто нулевую дату Unix, то это будет 70-й год. Да, действительно. Это 3 часа, просто потому что мы не по гриммическому времени живем, к сожалению. Ну вот. Поняли, да? Таким образом мы выбрали при коллизии по классам, мы можем выбрать и по имени. Есть и другие некоторые способы. И имя будет такое же, как от нового из бина. Ну, как? Ну, то есть, смотри, тогда спринг сможет выбрать. Но, как бы, во-первых, ты вот конкретно в этом классе ты не можешь так этот бин создать, да? То есть мы здесь назовем не time tomorrow, а просто time 2. Там не будем писать. А, ну да, давайте посмотрим, что будет. Ну, суть в том, что понятно, что спринг не найдет, да, видите, бин. Ну, как он выберет? Сейчас мы посмотрим, какая будет ошибка. Будет ошибка? Скажет, ну, квалифайм бин. Что убрать? А, нет, так это была предыдущая ситуация. У нас просто два подойдут по типу и все. Сначала он смотрит по типу, а потом по имени. Ладно. Ну, ладно, сейчас мы послали мы смоделировать ситуацию, когда ничто не должно туда подойти, и давайте проверим, что ничего не произойдет, и будет ошибка, и там будет написано опять что-нибудь, типа, no qualifying bin found в таком духе. no qualifying bin of type. Ну, логично. Ладно. Ну, я так просто вам покажу, что не только это можно делать в пазлом, да, в классе приложения. В любом классе помеченном configuration, компонент, репозиторий, что угодно. Сейчас положу какой-нибудь другой. Ну, в game control я не могу положить. Понимаете, да? Не могу. Подождите, сейчас. Ну, я думаю, вы можете, но это форсологически будет. Сейчас, подожди. Да, 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 нужно поменять. Нет, сейчас будет 0 бинов, я назову его… time70 лучше назову, тысяча 70, чтобы было понятно. Так, еще 3 минута времени потрачу. Да, ничего не работает. Ну, потому что так как этот сам объект не проинициализировался, смотрите, для того, чтобы инициализировать объект game controller, вам нужен date. Он берется, он из самого этого объекта, который еще не проинициализирован, из самого этого бина. Ну, циклическая зависимость просто так нельзя. Но я могу в другой контроллер положить. Если мы статическим методом сделаем, сможем ли мы так… Стат… Статический скоп лучше не используйте. Статический скоп лучше не используйте. Сейчас, а разверну, должны, еще какую-то аннотацию давать, чтобы… Она искала бина в бинах. Еще раз. То есть она же не во всех классах, а будет бины искать? Да, я говорил. Спринг будет искать бины только в классах, помеченных конфигурация. Нет, она же как бы помечена. Репозиторий. Да, тоже считается. То есть, еще раз. Список таких классов. Это конфигурация, configuration, компонент и другие, что называется, стереотипы, называются стереотипами. Репозиторий. То есть это более конкретно типы компонентов. Сервис и еще какой-то, забыл. Вот, сейчас все работает. Но опять же, если вы там сделаете так, что будет какая-то циклическая зависимость, ничего не сработает. Ну, вам это будет там сплинг говорит, в принципе. Еще один вопрос. Уже вопрос по контроллерам. То есть, как у нас происходит? Мы задали ему то, что он образ обрабатывает URI-гейм. Если мы не подпишем его как контроллер, он же все равно попробует найти у нас как раз при помощи request-мейпинга, или он даже не будет искать? Не будет, он его не найдет. Он его не найдет? То есть, request-мейпинг, он будет искать среди бина, а у нас не будет бина, так как мы его не пометили как контрольный? Да, все верно. Все верно. Если мы его пометим? Не будет бин-дефинишна, по которому он создает бин. А если на своем репозиторе он найдет его? Да. И вызовет этот бин? Да-да-да. Ну, вы можете пометь его как компонент. Просто на самом деле, репозитори, компонент, сервис, в принципе, довольно взаимозаменяемая аннотация. Просто у некоторых есть дополнительная семантика над просто компонентом, который в этом приложении мы не используем. Это у нас контроллер, поэтому мы называем его контроллер. Здесь как бы так разделено по смыслу. Ладно. У вас будет домашнее задание. Нет, давайте сначала немножко подведем итоги. Быстренько. Три минуты, две минуты. Значит, я вас призываю почитать документацию в Спринге. Там буквально несколько, десятка страниц. Первых, чтобы вы разобрались с тем, что мы проходили на урок, и более конкретно. Так, и теперь быстрый summary. Во-первых, что вы должны сегодня иметь про потоки, это просто создавать и уметь их ждать. Потом в будущем у нас будет более интересная тема про многопоточные программы. Второе. Что такое аннотация? Аннотация — это просто способ в языке Java помечать некоторые классы, методы, что угодно, меткой, которую вы потом можете с помощью обработчика аннотации обработать. Это внутри и делает Спринг, например. То есть с помощью аннотации Спринга вы можете добавлять дополнительную логику таким образом. Например, превратить что-то внезапно в контроллер или источник бин-дефинишн. Внутри он работает через рефлекшн обработчика контроллера. Обработчик аннотации этого. Так, ладно. Про Спринг. Значит, это у нас такой универсальный фреймворк. В частности, он реализует концепцию inversion of control. То есть это IOC-контейнер, что называется. Это контейнер, в котором содержатся бины. Есть интерфейс у этого контейнера, называется application context. Он внутри умеет создавать и возвращать нужные нам объекты. Эти бины мы настраиваем, когда мы описываем бин-дефинишн. Как мы это делаем? Поимечаем какие-то классы, как компонент, сервис, деконфигурация тоже на самом деле. И можно там еще указать scope. И на самом деле некоторые другие настройки тоже. Это все базовые настройки. А еще в этих классах мы можем определить методы. И потом, когда вам потребуется этот бин, Спринг сможет вам его вернуть по классу или по имени. Например, он может его подставить в нужный автовайрд поле, если он увидит, что он его создает по классу или по имени. У нас будет домашнее задание реализовать интерфейс матчмейкера. Более конкретное описание мы вам вышли. То есть вам придется с этим на базовом будем разобраться. В принципе, никаких супер возможностей Спринга мы использовать не будем. Но базовые вещи нужно будет разобраться вам с ними. Все, спасибо.